здравствуйте друзья у нас интересный вопрос вот говорят как понять любят тебя или не любят потому что хочешь чтобы тебя любили вот так а любит тебя как то не так как ты хочешь а говорят что любят это все как бы проистекает из того рассказа который я там несколько дней назад рассказывал что из того разговора что когда человек там уже близок к смерти вот его интересует в частности вопрос там был ли я любим любил ли я а вот если скажем любил ли я я любил так как я любил я любил так что человек которого я любил считал что я его любил может быть я думаю что я его любил а он думает что я его не люблю и наоборот и я хочу сказать что действительно при всей как бы кажущиеся не сложности вопроса это камень преткновения в очень очень многих семьях или скажем так парах то есть что получается вот человек хочет чтобы ему вот что-то там ну вот что-то любимый человек делал или наоборот не делал если ему это мешает а любимый человек говорит я лучше знаю я тебя люблю я действую в твоих интересах лучших интересах если я не буду этого делать там до чего ты докатишься там в своих там желаниях которые неразумны нерациональны не имеют смысла и вообще от балды и я жить я же тебе делаю вот типичный пример человек это почему же ты мне не сделаешь вот это вот это я так прошу я так хочу тебе но я же тебе делаю вот это вот это вот это чего я и не просил собственно он сам решил что мне это важно он сам это делает и он хочет чтобы я оценил это а я не могу потому что я хочу чтобы мне вот это вот это а мне не делать и что ж тут сделать это действительно жизнь и это встречается сплошь и рядом сплошь и рядом это не не уникально я я наблюдал повсеместно это все и значит что получается либо это пара ну как бы долго не просуществует либо она просуществует силу каких-то внешних причин но будет в общем то недовольны друг другу либо они наоборот как бы ну смириться что ли да вот так уже но но не получается не получается получить то что ты хочешь получается получить то что тебе готовы дать и ты в конце концов говоришь ну хорошо значит лучше чем что то но в принципе я бы так если бы совет давал в этой области я бы сказал так не пытайтесь сломать другого человека он может вам дать то что он может вам дать он он не может вам дать больше и если вы думаете что вы можете дать больше чем вы можете дать то это не так то есть каждый из нас может дать то что может и не может то что не может и требовать с него бесполезно только нервы трепать но другой момент в этом и он существенный я считаю наиболее существенный Это видеть, что для тебя делают И ценить то, что для тебя делают Потому что если есть человек, и он тебя любит Ну, субъективно он любит Тебе, может быть, хотелось бы, чтобы тебя еще как-нибудь любили А он любит вот так Но этот человек для тебя делает и вот это, и вот это Не имеется в виду, делает, в смысле, там, обед Или там, я не знаю, постель застилает А душу вкладывает В этом смысле В частности И цените, потому что может оказаться, что другой человек которые окажутся на месте этого как пускать гораздо хуже окажется вот у меня была женщина знакомая замужем за американца она у него была уже четвертая что жена я не помню и он ей говорил что если бы я знал что вы все одинаковые говорил так я бы из первой не стал разводиться я думаю что он как бы пытался найти через смену жены там решение своим собственным проблем которые оставались принял но так такая вот история что еще сказать еще могу вам рассказать анекдот на эту тему ну такой не прямо так может быть косвенно относящийся значит он и она насиновали там и она говорит ему она романтичная и она говорит ему ваня ноги а ты можешь полюбить меня как ромео джульетту он где-то это как когда дышать не читал что ли могут не читал да ну ладно а ты можешь меня полюбить как ронский значит каренина могут а это как могут тут и что и этого не читал вот нет нет на что ты читал ну как каштанку читал хочешь за попу кушу вот собственно такой грустный анекдот вот на эту самую тему не требуйте от человека больше чем он может и ну правда значит не не загоняйте себя в такую зону где вы приближаетесь там к расставанию попытайтесь значит взглянуть на то что вам дают и и увидеть то что вам дают уже любящий человек дает очень и очень много поэтому вот где-то где-то вот там это граница между тем что человек который тебя говорит что любит тебе дает и тем что ты хотел бы получить но не обязательно получаешь что в общем то обычное дело так что счастлива и пусть у вас будет больше того что вы хотите получить и пусть вы будете давать вашим любимым людям больше того что они хотят получить постарайтесь может быть с этого надо начать может быть начав это делать вы получите больше в ответ счастлива а